Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и это новостной ролик по вселенной Реаниматора и по его грядущему клипу, который называется Back into the Darkness. Итак, не будем тянуть, но и мы начинаем. Как я уже сказал ранее, его клип будет называться Back into the Darkness, что переводится как Возвращение восьму. Если верить синопсису, он будет посвящен пробуждению Нагеуса и его выходу из длительного пребывания в спящем режиме. Если вы хотите воскликнуть, ничего себе, о боже, он все-таки жив. Друзья, хочу вам напомнить, что он был жив еще на момент выхода полнометражного фильма по второму сезону. Если кто-то вдруг его не смотрел, то в самом конце, в сценах после окончания трека Call the Dice Remake, была показана летающая в магическом демоническом кругу голова Незерского короля. И более того, задолго до этого был показан пост, в котором было описано то, что Найеус жив и что некоторые персонажи делают для него новые кости и новое тело, которое будет состоять из Незеритового материала. Нет, я конечно понимаю, что пост с данным спойлером вышел 1 апреля, но чуваки, фильм-то в конечном итоге вышел, а значит и то, что говорилось в этом посте ранее, являлось истинной. Просто я читал различные комментарии под постом реаниматора и удивлялся от того, что многие говорили что-то по типу А я знал, что Найеус телепортировался. Вау! Он жив! Да ладно! Да как так-то? А я думал, что он умер или что-то вроде того. Я не знаю, либо это очень невнимательные люди, либо это люди, которые не посещали ссылки и не проверяли источники. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь таких людей. А не примкнешь к ним! Ну да ладно, давайте поговорим о самом Найеусе. Как было сказано и как мы можем видеть, вместе с его телом полностью изменилось и одеяние. И насколько я понимаю, его тело почти полностью изменилось. Ну то есть ранее оно было похоже на кости скелета в фиолетовой робе, а сейчас оно похоже на полноценное тело в темно-малиновом церемониальном одеянии. Говоря про цвет, я не совсем уверен в том, что он изменился. Ведь возможно, что это немного связано с освещением на данной превьюшке. Но факт остается фактом. И наверное, если бы это было связано лишь с освещением, то цвет других персонажей также бы изменился. А как мы видим, цвет брони Кролоса как был серым, так и мы остался. Поэтому, скорее всего, это действительно изменение цвета одежды. Также, если смотреться в лицо Найеуса, или если точнее сказать его череп, то можно увидеть в нем некоторые изменения. Скорее всего, он был треснут и в процессе пересадки головы на новое тело он разломился окончательно. Что даже ему пришлось накладывать на левую часть лица некий костяной бандаж, который помогает ему окончательно не развалиться. Ну, это можно понять по небольшой выпуклости, а также по отсутствию серого пикселя на его черепе. Также, его накладные церемониальные рога тоже обновились и стали такими же длинными, как и прежде. Что касается оружия. Ну, я, честно говоря, не знаю. Вроде бы рубиновый шип он оставил Венди. И возможно, Кролос ему его принесет. А что касается магии, ну, тут все неоднозначно. С одной стороны, сила Херабрина обычно находится в голове. А голова, что важно, находится в целости и сохранности. Поэтому, на мой взгляд, он сможет использовать силу Херабрина. Хотя, я не совсем уверен в том, сможет ли он нормально ее контролировать. Поскольку он изорит, это все-таки металл. А в нашем реальном мире металл не очень хорошо взаимодействует с электричеством. И на Евса, если бы он существовал в нашем мире, могло бы попросту поджарить. Но, с другой стороны, это фэнтези мир со своими правилами и особенностями. Поэтому, может быть, он и сможет нормально использовать магию Херабрина. В таком случае, по идее, он сможет использовать и телепортацию. Но, опять же, это спорный вопрос. Что касается магии звезды Незера, то, по идее, звезда должна была остаться в старом теле на Евса. А старое тело на Евса, по идее, должно находиться в столице Незера. Ну, то есть там, где сам на Евс сейчас и находится. А значит, из его старого тела гипотетически можно вытащить звезду и гипотетически на Еву сможет вновь ее поглотить. И поэтому, мне кажется, что он, как минимум, сможет владеть всеми предыдущими силами. Конечно, с новым телом это будет немного проблематично. Ну, потому что оригинальным телом гораздо проще управлять, чем его заменой. Но все же, рано или поздно, он сможет к нему привыкнуть. Ну да ладно, что-то я слишком заговорился о на Евсе. Давайте поговорим и о других персонажах. Кралос, как я уже сказал ранее, скорее всего, будет присутствовать при пробуждении своего короля. И, скорее всего, он же и принесет ему его оружие. А также, не забудет захватить некоторое количество жемчужин Эндера. Ну, чтобы использовать их на войне. В конце концов, верхний мир ждут темные времена. И чтобы уж точно покрыть их мраком, нужно много жемчуга. Но Кралос не такой уж и интересный персонаж. Так что, давайте поговорим о другом, более новом персонаже. Его имя на момент записи ролика неизвестно. Известно лишь, что он некромант. Некроманты, некоторое время назад, были упомянуты самим реаниматором на его дискорд сервере. Там же было сказано и о том, что именно некроманты создают на Евсе его новое тело. И, скорее всего, это лидер их фракции. Что уж говорить, у него даже есть книга, в которой, скорее всего, говорится о тех или иных некромантических знаниях. А если предположить, что флот Арабелла в конце Туза Войт отправился именно в Незер и был разбит, то можно даже сказать о том, откуда некроманты получили свои некромантические знания. Конечно, на 99,9% это не является истиной, но потеоритизировать всегда можно. Ну да ладно. А вообще, я больше чем уверен, что именно под командованием этого некроманта и в его присутствии было создано новое тело на Еус. И именно он вызвал Крауса из Энда, чтобы наблюдать королевское пробуждение. И, в принципе, мне больше сказать о нем нечего. Позади всех персонажей находится некоторое количество вооруженных пигманов, и все идет к тому, что в этом клипе будет показано полномасштабное вторжение в верхний мир на территорию Фростборна. А может и на южные территории. Но мне кажется, что это уж слишком стремительное решение. То есть, я имею ввиду, на Еус только пришел в себя, и он, на мой взгляд, должен быть не совсем дееспособным. И как минимум, должен пройти небольшой курс реабилитации, а возможно, и научиться каким-нибудь новым магическим способностям. А также, приноровиться полностью контролировать свое новое тело. И если в этом клипе покажут полномасштабное вторжение, то есть небольшая вероятность того, что он будет побежден в первой же битве. И поэтому, на мой взгляд, все должно проходить исключительно в локациях Незере. Ну, возможно, нам мельком покажут и локации Энда и Верхнего Мира для демонстрации всех захваченных и переработанных под имперские нужные территории. Но это не точно. Естественно, кто-то должен будет доложить о потерях Империи. И, возможно, этот кто-то даже очень сильно получит по шее. Ну, потому что силы Империи, после того, как король Незера ушел в спячку, смогли захватить лишь небольшую северную часть территории Верхнего Мира. И полностью починить себя в отчину Церис. И, в принципе, это все. При этом, они не могут ничего предпринять и отправиться на более далекие земли Эндера. Поскольку у них нет кристаллов, а если бы и они у них были, то они попросту бы не смогли ими воспользоваться. Поскольку для этого, насколько я понимаю, нужен тот, кто обладает генами Эндера. В Верхнем же Мире Империя потеряла одного из своих генералов. Коксворт был взят в плен противником. А значит, как минимум, он может выдать те или иные секреты врагу. В том числе и о воскрешении на Еуса. А как максимум, переметнуться на сторону врага и заставить пигманов или пигльнов предать Незерского короля. Слово, судя по сливам, которые появились чуть позже данной записи, и на которых изображена Хильда, пришедшая на депрос, подобное и правда может стать реальностью. Кстати, по поводу королевского звания. Почему на Еус является королем? Я имею ввиду, звание короля обычно прикрепляется к королевству, а не к империи. А к империи должно прикрепляться звание императора. Но, скорее всего, это связано с тем, что империей считается альянс, заключенный на Еусом между его королевством и пиглинским. То есть, формально, в империю должны входить пиглины. Но при этом у пиглинов есть собственный король, а значит, на Еус не является полноправным пиглинским королем. А это значит, что если часть империи не является полностью подконтрольным императором, то его нельзя назвать полноценным императором. И поэтому он, собственно говоря, и является королем. Ну да ладно, кстати, по поводу пиглинов. Ну, то есть, из достижения империи Незер потерял лояльное пиглинское руководство. И, в принципе, диоретически, пиглины могут предать на Еуса и пойти против его власти. Ну, потому что лично я не вижу никакой выгоды в том, чтобы с ним сотрудничать. Ну, кроме причины, связанной с получением коллективной безопасности от соседских атак. И это единственная, на мой взгляд, адекватная причина, почему пиглины не хотели предавать на Еуса. Просто если верить истории Незербена, в отличие от пигманов, у них нет сильной ненависти к людям, и они могут спокойно с ними сотрудничать. Ну, да ладно, из всего этого можно сделать вывод, что в данный момент у Незера значительно больше потерь, чем у одного единственного Форсборна. И, естественно, узнав обо всем этом, Нарьелс должен начать рвать и метать. Возможно, кто-то из союзников даже попадет под его горячую руку и будет убит. А кто-то захочет предложить контратаковать врага и нанести удар прямиком в столицу Форсборна, в Дредфорд. Но, к сожалению, на данный момент до Дредфорда еще шагать и шагать. И, как минимум, для второшения в столицу необходимо зачистить хорошо укрепленный Глейшерфорд, что является довольно серьезной проблемой. Слово говоря, о Глейшерфорде. Вы же помните, что полгода назад свет должен был выйти первый рейневский шортс, посвященный железному голему, девочке и как раз таки нападению на этот город. Гипотетически, авторы могут передвинуть его временную линию с момента нападения из Виаса Дэнджа на момент грядущего нападения. И это объяснит то, почему шортс так долго не выпускался. Но не суть. Конечно, есть небольшая вероятность того, что Нарьелс сможет открыть портал, ведущий прямиком в стены города. Но это будет немного нелогичный момент относительно канона вселенной. Ну и я имею ввиду, что ранее, чтобы открыть портал в конкретное место, всегда нужно было знать точное конечное расположение того места, куда ты отправляешься. Собственно говоря, по этой же причине, в принципе, никогда не возможно было открыть портал в локацию, о которой тому или иному персонажу было ничего неизвестно. Нет, конечно, можно воспользоваться рандомом, как Рейн. Но, насколько я понимаю, это затратит слишком много энергии и магических сил, но при этом нет уверенности в том, что это сработает. И это будет не очень продуктивно. А вообще, по сюжетной логике, Империя должна отправиться на спасение Хоксфорта. Потому что, как я уже сказал ранее, он может выдать некое количество очень важной военно-стратегической информации. И, честно говоря, если бы я был на месте на Еуса, я бы, скорее всего, посадил Хога в тюрьму за предательство. Ну или, на крайняк, казнил бы на месте. Хотя, второй вариант для меня чересчур жесток. Я бы, скорее, выбрал первый вариант. Но, потому что бессмысленное убийство, это не мое. Хотя, в целом, жители Незера смогут пойти на такое, ну, потому что они действительно жестоки. Ну и, в принципе, все. Если бы я был автором клипа, я бы построил все следующим образом. Войска Фростборна прибывают в Дредфорд и приводят военнопленного. Они сажают его в подземный карцер и оставляют на ночь. Утром в подземелье приходит Хильда, которая хочет допросить Хоксфорда и разузнать планы врага. Все приходит к тому, что для допроса приходится прибегнуть к помощи Кейна, чей переговорный навык среди остальных персонажей является наилучшим. Да и, судя по концовке Кляр Скайс, между ними определенно есть какая-то личная связь и история. Все заканчивается тем, что злой и добрый коп ненасильственным методом вынуждает Хоксфорда рассказать все, что ему известно. И начинается проигрыш музыки. Нас переносит в воспоминания Хоксфорда и показывает все то, что происходило в Незере, в том числе и пробуждение на Еуса, и то, как он восстанавливает свою власть и порядок в империи. Нет, конечно, это не обязательно будет воспоминания Хоксфорда, но это был бы самый логичный вариант. Может даже покажут некромантов, которые экспериментируют над эндерменами, пытаясь подчинить их своей воле при помощи собственной магии. Также я бы добавил призыв каких-нибудь новых персонажей, которые бы дремали во тьме, по типу Нула, и возможно даже путешествие в пустоту Эндера, для того, чтобы клип соответствовал своему названию. Ну и более мне сказать нечего. С вами был Алекс Кларк, всем удачи, всем пока, до новых встреч, увидимся когда-нибудь завтра. Пока!